Привет, с вами Нака и мой гость. Привет, я Настя. И сегодня мы поговорим о заработке серебра в Блэк Дезерт. И об этом нам поведает наш гость. Итак, чем же ты в основном зарабатываешь в БДО? Ну, в последние месяцы игры я вступила в морскую гильдию, поэтому зарабатывала фармом морем. Угу. Так, следующий вопрос. Сколько у тебя в основном получается зарабатывать, ну, в неделю? Сколько, я знаю, выплаты вы получали еженедельно? В неделю могло выходить по-разному. Фарм у меня в основном зависело от количества часов, проведенных в море. Например, в первую неделю в этой гильдию я входила в море с моим Каэлом. Мы с ним уперлись, буквально в море ночевали. И вывезли по 2 лярда 800 миллионов на каждого. В среднем же в неделю я доставала где-то около 800 миллионов. Кроме того, огромную роль, кстати, играет еще и то, фармите ли вы в соло, вдвоем или в кпшке. Хорошо. Тогда сколько ты на это тратишь время, соло, в среднем, в день, в общем, в неделю? Поскольку мы получаем, что можно за один день отсидеть 5 часов, а потом пропустить пару дней и потом уже добивать остатки уже в конце, например, недели. Все зависит от личных предпочтений. Вот для меня я предпочитала ходить в долгие рейды по 5-8 часов, поэтому не могла себе позволить фармить каждый день. Все же нужно когда-то спать. Ходила 2-3 раза в неделю в ночь. Мой сагильдеец, например, фармил просто на обратном пути после выполнения ежедневно к насудоходку. Да с легкостью доставал по 600 миллионов в неделю примерно. Однако нужно учитывать, что многое все-таки зависит от удачи на воплодение золотой темки, ведь именно она несет основную прибыль. Каждый топ стоит по 100 миллионов. У нас в гильдии бывали случаи, когда топки не падали аж по 3 дня подряд. Хорошо, тогда такой вопрос. Что же нужно для фарма? Я понимаю, что наличие профессии, заточенного шмота на брик или эскорт будет положительно влиять на сам фарм. Но давай так, что нужно по минимуму и желательно вообще иметь? Если уж совсем по минимуму, то нужно иметь только желание зарабатывать в море и ремке. Потому что вы можете фармить либо в паре с кем-то, либо в кпшке и просто ремонтировать мачту. Если же вам некому ремонтировать судно или вы не хотите делить заработанное, то нужно иметь всего лишь свой брик либо эскорт. Все остальное, то бишь обвесы, сет силы, свитки удачи, химка, кулинарка, прокачка узлов облегчают фарм иногда значительно, но все же они не обязательны. Вот мой клан-лидер, например, ради эксперимента пошел на кандидума на голом бреге совсем без обвесов. У него ушло примерно 7 минут, потерял много прочки корабля, но показал, что фармить реально и так, просто на одном бреге. Тогда такое уточни, что же лучше, галера, эскорт или брик? Ну, в нашей гильдии галера использовалась просто как склад в море, потому что гильдийские итемы нельзя положить в личный корабль, а весят они ого-го. В принципе, фармить на галере тоже реально. Насчет эскорта или брига, эскорт быстрее и маневреннее, что позволяет вам лучше, качественнее, быстрее справляться с мобом и переходить к следующему. Однако, если посудить эффективность, эффективно фармить можно и на бреге, и на эскорте, сильно критичной разницы нет. Зарабатывать 5 лярдов можно или нет? Я просто видел гильдии на 100 человек, где делали по 2,5 лярда, и это не все 100 человек занимались подобным фармом. Допустим, у тебя 20 или 30 человек, включая руководство, занимаются этим плотно и имеют хороший точный шмот. Можно ли делать такие деньги? 5 лярдов делать, конечно, возможно, простая математика. У меня, например, на бриге в синем обвесе на плюс 6 точном уходило примерно 5 минут на кандидома. Если в нем топка, то я заработала 100 миллионов плюс 15 миллионов душами. И это всего за 5 минут. Мобов в море много, искать их долго не приходится. Все зависит только от того, сколько времени вы готовы на это потратить. Ну и, соответственно, 20-30 человек вполне могут себе это позволить, если они прям каждый фармят. 5 лярдов реально. Ну что же, на этом, думаю, все. О том, что нужно и сколько это может принести, вы услышали. Непосредственно секреты Гринда вы можете узнать, вступив в гильдию морских охотников. Наверняка у Насти в гильдии найдется местечко для новоиспеченных охотников. Ссылки на контакты мы оставим в описании. А на этом у меня все. Мы с вами прощаемся. Удачной охоты в море. И увидимся на просторах БДО. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.